Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать, как проходит карантин в разных уголках нашей планеты. Всем привет! Карантин, день 28-29. Не знаю, уже почти месяц мы сидим и живем. Вот в этой студии, метров 16. Вот. Это с моими детьми. Вот, доска при этом заросла. На улице у нас сейчас уже вечер, но вообще солнышко, прекрасная погода, народу мало. Вот. Выпустите нас отсюда! Мы живем в пригороде Барселоны, в Испании, с моим мужем и маленьким сыном. На сегодняшний день мы занимаем второе место по количеству заболевших. И, к сожалению, третье место по количеству скончавшихся от коронавируса. Жесткий карантин у нас начался месяц назад. Детям полностью запретили выходить на улицу, закрыли все предприятия, магазины все, кроме продуктовых, и аптек. В магазине продуктовым всем здесь инфицируют руки, выдают перчатки, в аптеках передают медикаменты через решетку, внутрь зайти тоже нельзя. Улицы постоянно обрабатывают различными средствами. Также над пляжем где-то в 5-6 часов летают вертолеты, смотрят, есть ли кто-то на пляже, и передают эту информацию полицейским машинам, которые ездят по улице. И те, соответственно, останавливают и штрафуют и так далее, штрафуют нарушителей. Хорошая новость сегодняшнего дня. Миллионы людей вернулись на работу. Работники предприятий, строители на стройках, но не в квартирах. Они будут обязаны соблюдать дистанцию, ряд правил. Им будут также выдавать маски в общественном транспорте. Ну и хочу сказать, что, конечно, нам очень повезло с балконом и с видом из окна. То есть мы каждый день выходим дышать и хотя бы слышать море. Привет всем! День карантина или самоизоляции уже не знаю даже номер какой, но мой университет закрыт 24 февраля. А это значит, что уже больше месяца мы не выходим из дома. У нас весьма насыщенные дни. Свободное время мы проводим на балконе. Погода у нас сейчас хорошая, поэтому настроение тоже хорошее. Мы не унываем. И очень-очень много дел и заданий по университету. Лекции онлайн, домашних заданий. Мы вели свой распорядок дня, в котором выкраиваем немного времени для занятий спортом дома. Для приготовления каких-нибудь вкусностей. И у нас совсем нет времени унывать, чего и вам желаю. Хорошего настроения. Не унывайте, все будет хорошо. Ребята, всем привет из Хорватии. Мы на карантине с 18 марта. И все не так печально, как поначалу казалось. У нас всего где-то полторы тысячи заболевших, несмотря на то, что мы реально близко к Италии, к северу Италии. Но тем не менее, как-то обошлось. Говорят, что сейчас мы на пике. То есть сейчас самое хреновое. Но тем не менее, уже поговаривают о том, чтобы как-то смягчить меры карантина. Мы можем выходить на улицу гулять, но мы все обязаны находиться по месту прописки. Если ты не там, то тебе штраф реально впаяют. И перекрыты дороги. По факту, я не могу даже в соседнюю деревню 15 километров отъехать. Ну, без соответствующего разрешения. Это, конечно, немножко грустно. Но в целом ничего. Поначалу была паника. Скупили муку и дрожжи, но их быстро завезли обратно. Поэтому паника кончилась. Народ ходит на улице в масочках. Очень многие себя берегут, но при этом не паникуют уже, наверное. В принципе, все нормально. Все налаживается. Так что, ребята, попробуем выжить. Всем удачи. Пока. Всем привет. Меня зовут Наталья. Я сейчас нахожусь в Праге. У нас здесь карантин уже пошла пятая неделя. В Праге я живу с мужем и своей младшей дочкой. Ей три с половиной года. Старшая дочь у меня осталась в Петербурге. Она доучивается. И собиралась перебираться к нам. Мы начали оформлять документы. Но вот в этот период, пока мы разделены на неопределенное время, я не могу пока поехать в Россию. На карантине, за все время карантина, нам вообще можно было ходить гулять в парк. Поэтому мы всегда использовали эту возможность, особенно с ребенком. И также бегать. И сейчас даже вышло такое правило, что бегуны, спортсмены, велосипедисты в парках могут бегать без маски. Но у меня маска всегда с собой, потому что я бегу через город. Поэтому в городе я бегу с маской. Мужа моего перевели на удаленку. Он работает в IT. И весь их офис перевели удаленно. Поэтому он сидит дома. Я дома сижу. Ну, а я, соответственно, сижу дома с дочкой. Играю, веселюсь с ней. Но скажу, что во время карантина мы каждый день выходили с ней на улицу. Ну, почти каждый день выходили на улицу. Буквально под окна в наш такой... У нас зеленый двор достаточно. Мы не ходим на детские площадки. В основном просто бегаем туда-сюда. Либо рисуем мелками. Что-то такое. Так развлекаемся. Так, по крайней мере, моя позитивная дочь... Ой, позитивная... Энергичная дочь свою энергию как-то расходует. Мне, конечно, лично для меня сейчас тяжелое время. Потому что я закончила, только закончила курсы гида. И, собственно, собиралась вести экскурсии, проводить экскурсии. Но ближайшие несколько месяцев границы не откроются. Поэтому пока вообще ничего не знаю, что будет. Вот. И у меня еще есть бизнес в Карелии. Тоже в туристической сфере. И, собственно, я пока не могу даже поехать в Россию. Улететь в Россию, чтобы этим летом, по крайней мере, работать там. Вот. У меня, конечно, все накрылось. Потому что я, в основном, завязана с туризмом. Поэтому пока, честно говоря, не понимаю, что делать. Сложно что-то загадывать. Потому что неизвестно, что будет в России. Как будет все происходить. Неизвестно, как здесь будет. Но здесь у нас пошло на спад. Заболевших все меньше и меньше. Вот. Поэтому люди так расслабились. Сейчас более-менее уже такая спокойная атмосфера. Люди больше уже людей гуляют. Сейчас Пасха. И вчера было в парках много людей. Уже так люди расслабились, успокоились. Вот. И думаю, показатель будет улучшаться. Вот. Поэтому, собственно, вот такая пока ситуация. И в семье, и здесь. Вот. Всем отличное настроение. Пусть все будет хорошо. Всем пока. Всем привет. Мы живем в Ирландии. Но так как мы живем на севере, а северная часть официально принадлежит Великобритании, то и на карантине у нас по закону Великобритании. В Великобритании карантина официально не объявлена. То есть закрыты различные кафе и рестораны, естественно. И правительство советует держать дистанцию. Все офисные сотрудники работают из дома. Ну, например, открыты стройки, открыты некоторые магазины. И нет такого, что, например, полиция останавливает людей и спрашивает, куда они идут. Хотя, наверное, следовало бы, потому что у нас высокая смертность. Мой муж же работает в Ирландии, то есть официально в другой стране. И у них стройки закрыты. Ну, в общем, он здесь нашел подработку у своего брата. Оборудует ему сад. А у меня в моей жизни, в общем-то, ничего не изменилось. Я работала part-time, но кафе закрыли временно. И, собственно, так как я больше всего на свете люблю сидеть дома, в моей жизни особо ничего не поменялось. То есть я точно так же смотрю сериалы, читаю книги, готовлю ужин, убираюсь. В общем, единственное, что я решила немножко продуктивно попроходить различные курсы онлайн. И для, так сказать, повышения продуктивности, чтобы не проводить весь день в тапочках, решила постирать кроссовки и ношу их просто как, не знаю, такой вариант спортивный, строй домашние обуви. Почему-то на самом деле ощущается более сразу так хочется работать, хочется чем-то заниматься. Спортом я не занимаюсь никаким никогда. Ну, вот, по крайней мере, так как-то есть ощущение, что вносится разнообразие в жизнь. В общем-то, наверное, и все. Что я сделаю, когда коротит закончится? Наверное, мы пойдем куда-нибудь ресторан, потому что вот я готовлю много, и я люблю готовить, но иногда хочется просто выйти и где-то посидеть. Вот это единственное, в общем-то, почему скучаю. Ну, вот так Кипр сидит на карантине. Вечер Пасхи, все по домам, никто толком не водит. Понятное дело, на улице очень пусто. В стройке не работают. Птицы поют. Дети и коты торчат дома. Дети и коты торчат дома. Вот карантин в Израиле. На самом деле здесь достаточно строгие ограничения. Нельзя больше 100 метров от дома отходить. И сейчас на Пасхах вводят ограничения, что нельзя между городами передвигаться. Можно, если дальше 100 метров от дома, это можно только в магазин или в аптеку. Но все уже устали от этого, на самом деле. Потому что у нас это уже больше месяца. В Израиле, в принципе, ситуация выравнивается. Израиль номер один в мире по какой-то независимой статистике среди стран, которые борются с коронавирусом. То есть самая эффективная борьба с коронавирусом в Израиле. И, в общем-то, все потихоньку уже начинают вылезать куда-то. Потому что очень тяжело. Школы не работают, ничего не работает. В воскресенье ожидается, что будут объявлены какие-то меры по тому, как мы будем постепенно выходить с кранца. Вот. Так что всем привет из Израиля. В Абудабе четвертая неделя. Карантина пошла не строгого, потому что есть много гуляющих и бегающих на улице до сих пор. Что меня, например, поражает. Потому что многие страны вели строгий карантин. И это, мне кажется, единственное оружие против вируса на данный момент. Что можно сказать про детей? Детям пока нравится. Я не слышала, чтобы они очень расстраивались по этому поводу. Мужу тоже пока нравится. Третья неделя. Все-таки, я думаю, что это еще недолго. В магазинах есть все. Нужно одевать маски и нужно, там есть санитайзеры, обязательно нужно обмывать руки. А так полностью в целом паники нет, потому что людей тестируют ежедневно. Число растет, но оно не превышает того, что есть в других странах. Мне позвонила мама, вся в слезах. Сказала, что показывают, как хоронят гробы. Прямо на улице хроют траншеи, туда сваливают гробы. В Нью-Йорке. И вот интересуется, как, собственно, жизнь проходит тут у нас. Ну, я думаю, лучше показать. Вот никого нет. Здесь единственная машина стоит. А тут спортзал. Никто в нем не занимается. Белая точка для вертолета, что ли? На случай, если кого вывозить отсюда. Тепло, солнышко. Никого нет. Великолепный чистый воздух. Так что, в общем, все хорошо тут. Жизнь продолжается. Так что вы не переживайте уж очень. Никто тут никого не хоронит на улицах. И в большом городе, конечно, немного сложнее. Но, в общем, и в целом, я не думаю, что это так черно. Так плохо, как это описывают на телевизоре. А по поводу того, что происходит, то, что показали на телевизоре, как там роют большие траншеи и хоронят гробы туда. Это происходит на Харт-Айленде. Харт-Айленд там уже не одну сотню, по-моему, лет хоронят большое кладбище для бездомных и для тех, кто умел в тюрьме. И что самое интересное, их все равно не сжигают, а их хоронят в гробах. Да, их там хоронят по много человек. Ну, потому что это остров. Туда нужно как-то приплыть. Их туда привозят раз в неделю. Сейчас, по-моему, даже увеличилось немножко, сколько раз там хоронят, привозят туда. Но, в общем и в целом, там ничего такого. Всем привет из солнечной Флориды, Штаты. У нас карантин вот уже как месяц. Сегодня 13 апреля. Нас закрыли школу. Началось виртуальное образование. Выдали всем кромбуки. И мы учимся, созваниваемся с учителями. Также закрыли все общественные места и мероприятия. Сейчас работают магазины. Магазины пускают строго определенное количество человек на один айл. Айл как-то по-русски. Так как у нас погода прекрасная, 25-30 градусов, мы много гуляем, рыбачим, пикники встраиваем. Пляжи и парки закрыты. Так что выезжаем куда-нибудь подальше на природу. Катаемся на велосипедах. Какие у нас чего не хватает? Ну, как и во всем мире, у нас нет туалетной бумаги. И нету Лайсо. Вот. Всем всего хорошего. Мы попри кормим! Всем привет из Канкуна. Это Мексика. Овощи, фрукты. Есть чем заняться на кухне. Кроме кухни, испанский язык, который надо учить. Ну, а основное дело рисую. Да, еще в Фейсбуке сижу. Группу создала. Хочу подружить американцев, мексиканцев и русских в этой группе. Ну, вот, бензоколонка. Никаких очередей. Машин мало. Ну, еще там одна стоит. Заправляют сами работники. Друзья, привет! Мы Travely Family, команда парусной кругосветки вокруг Великих Мысов и Антарктики. На время коронавируса застряли в Западной Австралии. Карантин здесь еще не объявлен, но сообщения между регионами страны закрыты. Нельзя выезжать за пределы своего округа. И с 1 апреля введены на сегодняшний момент самые жесткие меры. Нельзя собираться на улицах и в каких-то общественных местах больше двух человек, если вы не являетесь семьей, которая живет вместе. Нельзя принимать у себя больше одного гостя. И самим нельзя ходить в гости всей толпой. Можно только по одному. Магазины работают, но это только продуктовые магазины. Все бары и рестораны, конечно, терпят бедствие. Продают еду на вынос. Те, кто еще не закрылся, большая часть из них закрыта. Улицы пустынные. Из промтоварных магазинов работает единственный под названием «Таргет». Люди маски практически не носят. Друг от друга шарахались только первую неделю. Но сейчас соблюдают все социальную дистанцию. Мотор, камера, поехали. Так и приходит время на карантине. Страмплаваем, возим на сапе. А вечером едем к друзьям, к доскину, который стоит в лагуне, в добродуктной территории. Ну вот такое у нас. Вот такая остановка. ВКС. ВКС. Даша, привет. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok. У нас на Бали так и не ввели строгий карантин. Просто обязали всех сидеть дома. Нет, даже не обязали. Рекомендовали всем быть по большей части дома. Только пару дней назад ввели обязательное вношение масок. Да, обязательное вношение масок. И поставили небольшие посты перед въездами в районы для якобы дезинфекции и проверки масок. Здесь поста не видно, но я его проехала просто потому, что меня там даже не остановили. Посмотрели, что маска есть и идти дальше. Но вообще они останавливают и проводят небольшую дезинфекцию. Вот. А, и по статистике на острове пока 80 заболевших и двое умерших. Пока. Всем привет. Меня зовут Маша. В общей сложности я нахожусь в карантине с 13 марта. Я побывала за это время в трех странах в карантине. Первая это была Испания. Я была там, когда все началось. Поэтому пять дней я там находилась в карантине дома. Со своим бойфрендом. А потом я приехала в Англию. Там находилась неделю. И потом я приехала в Россию. И нахожусь здесь уже в карантине, наверное, где-то две с половиной недели. В общей сложности. Чувствую себя нормально. Было депрессивно и очень нервно поначалу. Не хватает, конечно, физической деятельности и социальной какой-то жизни. Ну, в общем и целом, более-менее. Всем привет. Меня зовут Наталья Кириченко. Я живу и работаю в Судаке. У меня хостел. Но сейчас я нахожусь на самоизоляции в своем хостеле. Ну, друзья, как я вам хочу сказать, что в принципе, да, гостиницы не работают. Но я занимаюсь тем, что удаленно работаю, организую доставку по Судаку продуктов, еды. Помогаю людям тоже развивать их бизнес в интернете. А так, в принципе, моя самоизоляция проходит дома. Хостел – это мой дом. И вот такой вот прекрасный вид у меня за спиной. С балкона открывается. Не скучаю. Чего и вам желаю. Счастливо. Аплодисменты.